Такой грандиозной выставки и образцов трофейного вооружения Москва не помнит с 1948 года. Именно 1 октября 1948 года в Центральном парке культур и отдыха имени Горького закрылась выставка трофеев, захваченной в ходе Великой Отечественной войны. Тогда выставку посетило более 7 миллионов человек. А сегодня на площадке вблизи музея Победы выставлены 30 единиц военной техники из 12 стран. На выставке, которая открылась в парке Победы, представлена техника производства США, Великобритании, Германии, Франции и даже далекой Австралии. Вся трофейная техника принадлежит странам НАТО и добыта в ходе Российско-Украинской войны. Как отмечают организаторы, за каждой выставленной единицей чей-то солдатский подвиг. Восторг, что наши ребята молодцы. Такую махину в кармане засунешь, чтобы перетащить. И сразу видно, сколько стран участвуют в бойне против нас. Здесь не Россия воюет против этих стран, а заканчивает ту войну, которую эти страны развязали на чужой территории, на территории Украины. Меня впечатлила сила, дух нашего народа. То, что смогли поразить такую технику, которая, казалось бы, просто неуязвима. И я сейчас говорю, а у меня мурашки потели. От гордости за то, что наши солдаты смогли это сделать. На выставке все экспонаты снабжены информационными стендами, где помимо технических характеристик рассказывается о месте и обстоятельствах захвата данной боевой машины. Организаторы создали и параллели современности с войной 1941-1945 годов. Так, рядом с охваченным БМП «Мартер» установлен его предшественник «Мартер» 1943 года. А последняя модель немецкого танка «Леопард-2» вызвала интерес у всех. «Леопард-2» и «Абрамс», скорее всего, да. Большая, наверное, самая популярная машина и самая узнаваемая из всех. Ну, хочется как бы за мир, чтобы никто не воевал. Это все равно какой-то все-таки вред приносит. У меня есть военные вертолеты, военные игрушки. Мне это все очень нравится. Когда меня родители привезли сюда, мне очень понравилось тут. Я даже захотела посмотреть на танки, на бомбы, на всякие гранаты, на всякие истребители. Мне тут очень понравилось. Здесь вот имеется вот такая преемственность, как бы вот поставили «Мартер» Второй мировой войны и «Мартер» современный. То есть, как бы чувствуется вот это вот, что страна преодолеет то, что она свою независимость как бы отстояла, сколько, 80 лет назад. И сейчас свою независимость тоже получится. Отстоять и защитить. Минобороны России сообщают, что выставка, на которой демонстрируется танк «Леопард-2», «Брэдли», «Мартер», «СиВи-90», боевые машины пехоты «АМХ-10», бронетранспортеры «М-113» и различная бронетехника продлится до 1 июня. Захар Мусаев, Мишут Палаев, Российское бюро Азербайджанского телевидения, Москва.